Автор лекции – Аданькина Алена Руслановна. Лекция на тему «Слово о полку Игореве» в исследованиях Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Дмитрий Сергеевич Лихачёв – выдающийся учёный, филолог, искусствовед и культуролог. Родился он 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. Первые работы Дмитрия Сергеевича посвящены старшему летописанию. Он подходил к изучению летописи не только как историк, но и как литературовед. В этом и проявился его интерес к проблеме художественного мастерства древнерусской литературы. Одной из его работ стало монографическое исследование «Слово о полку Игореве и культура его времени» с основными составляющими, которые мы вас сегодня и познакомим. «Слово о полку Игореве» создано в годы, когда процесс феодального дробления Руси достиг своей наибольшей силы. Множество мелких княжеств рождует между собой, оспаривая друг у друга владения, втягиваются в братоубийственные войны во имя эгоистических княжеских интересов. Междуусобная борьба князей была трагически осложнена нависшей надрузью половецкой опасностью. Половцы – это народ тюркского происхождения. Они заняли степи между Волгой и Днепром еще в середине XI века. Они представляли собой мощную военную силу. «Слово о полку Игореве» было посвящено неудачному походу князя Игоря Святославича против половцев в 1185 году и было создано вскоре после событий Игорева похода. Оно написано под свежим впечатлением от этих событий. Это не историческое повествование о далеком прошлом. Это отклик на события своего времени, полный еще не притупившегося горя. Автор слова обращается в своем произведении к современникам событий, которым эти события были хорошо известны. Слово о полку Игореве было непосредственным откликом на события Игорева похода. На примере его поражения автор показывает печальные последствия политического разъединения Руси. Итак, перейдем к персонажам произведения. Главный герой – это князь Игорь. Он был великим князем, обладал большой властью над людьми и землями. Игорь был очень смелым и амбициозным. Он хотел завоевать себе славу с помощью воинских подвигов. Так как его отец Святослав был очень знаменит своей смелостью и мудростью в боях, Игорь хотел показать, что он тоже может постоять за своей земли и защитить их от набегов врагов. Именно поэтому он собирает войско и отправляется в поход. Но он не глуп и понимает, что один он не справится, поэтому он зовет себе в помощь своего брата – Всеволода, который также готов побоевать за родные земли и имеет большое храброе войско. Игорь обладает даром убеждения и харизмой. Это помогает ему собрать войско и отправиться в путь для того, чтобы добыть славы и почестей и защитить русские земли от половцев. Но Игорь не только смел для того, чтобы участвовать в бою, он также осмеливается бросить вызов природным явлениям. В то время природным явлениям уделялось очень большое внимание. Поэтому то, что Игорь не обратил внимания на затмение солнца, говорит о его большой храбрости, даже безрассудности. Это также говорит о том, что он умеет убеждать, так как его дружина пошла за ним, несмотря на то, что придавало большое значение всего, что связано именно с предсказаниями. Игорь очень храбр, так как выступает на защиту своей земли с небольшим отрябодом и бьется с врагами очень смело. Но так как войско половцев было многочисленное, то в конце концов их побеждают. Игорь уважал и любил своего брата, поэтому очень переживал его потерю. Но он обладает сильным характером и не любит сдаваться, поэтому когда его берут в плен, он там долго не задерживается, избегает с помощью своего слуги. Он любит свободу, поэтому несмотря на все лишения, которые ему приходится пережить в пути, Игорь рад, что наконец освободился. Следующий герой это брат князя Игоря Всеволод. Он вместе с ним отправляется в поход. Это сильный и отважный богатырь. Настолько сильна его любовь к родной земле и отечеству, что когда он ведет ожесточенный бой с врагами, забывает обо всем на свете. Он даже не чувствует, что ранен. Он не вспоминает ни о жене, ни о чести, ни о богатстве. Как и Игорь, он оказывается в плену у врага. И наконец, об отце князей, Святославе. Святослав был горд за своих детей Игоря и Всеволода, тем, что восстановил спокойствие для других людей. Святослав понимал, что решение его князей пойти в поход не было хорошо обдуманным, а скорее скоропостижным. И влекло за собой поражение в любом случае и дальнейшие беды. Князь рассчитал это. И опираясь на свой ум и жизненный опыт военного человека, умного полководца, что пока еще не было непостижимо для его сыновей. Промахи Всеволода и Игоря тяжело ударили по отцу. Он знал, что они были очень юны, чтобы брать на себя такой ответственный подвиг. А также Святослав переживал из-за судьбы своей родины, из-за того, что его сыновья своим поступком пробудили силы половцев, которые до этого момента затихли. Последние же, в свою очередь, поняли, что в этот раз могут победить русских еще раз. Князь Святослав верит, что у русской земли есть только лишь одно спасение – это объединение. Но к его беде он не находит отклик у народа, который теперь уже думает только о своей выгоде, что огорчает его больше всего. Он ужасно жалеет, что прошлое уже не вернуть, когда все были едины, готовы были защищать друг друга. Еще одним из центральных персонажей является Ярославна, жена князя Игоря. В ее лице автор воплощает идеал русской женщины XII века. Образ Ярославны заключает в себе весь русский народ, верящий в мудрость и отвагу своих героев, борющихся за свободу и независимость. Ярославна – это общий портрет всех жен и матерей, верно и преданно ждущих с поля боя своих мужей и сыновей. Образ женщины, готовый в любой момент прийти на помощь, самоотверженной и великой. Ее обращение к силам природы передает весь патриотизм русского народа, его непобедимость. Фрагмент из произведения слова о полку Игореве «Плач Ярославны». Над широким берегом Дуная, над великой Галецкой землей, плачет, испутив ледолитая, голос Ярославны молодой. Обернусь я, бедная, кукушкой, подунаю речки плечу и рукав с бобровую опушкой, наклонясь в каяле о мочу. Улетят, развеются туманы, приоткроет очи Игорь-князь и утру кровавые яраны, над могучим телом наклонясь. Далеко в Путивле назабрали, лишь заря займется поутру Ярославна полная печали, как кукушка кличет на юру. Что ты, ветер, злобно повиваешь, что клубишь туманы у реки, стрелы половецкие вздымаешь, мечешь их на русские полки. Чем тебе не любо на просторе высоко под облаком летать, корабли лелеять в синем море, за кормою волны колыхать. Ты же стрелы вражеские сея, только смертью веешь с высоты. Ах, зачем? Зачем мое веселье в ковылях навек развеял ты? На заре, в Путивле, причитая, как кукушка раннюю весной, Ярославна кличет молодая, на стене рыдая городской. Днепр мой славный, каменные горы в землях половецких ты пробил, Святослава в дальние просторы до полков Кобяковых носил. Возлилей же, князя, господиня, сохрани на дальней стороне, Чтоб забыла слезы я отныне, Чтоб жив вернулся он ко мне. Далеко, в Путивле, назабрали, Лишь заря займется поутру, Ярославна полная печали, Как кукушка кличет на юру. Солнце трижды светлое, С тобою каждому приветно и тепло, Что ж ты, войско князя, Удалое жаркими лучами обожгло? И зачем в пустыне ты безводной, Под ударом грозных половчан, Жаждуя стянула луг походный, Горем переполнила колчан? И взыграло море, сквозь туман Вихрь промчался к северу родному, Сам Господь из половецких стран. Князю путь указывает к дому. Пару слов о композиции произведения. Оно состоит из трех частей, Которым предшествует вступление. Вступление – это доверительный разговор с читателем. Эта часть посвящена не Игорю, главному герою, А вещему Баяну, былинному певцу. Автор делает акцент на красоте слога Баяна, Но предупреждает, что сам рассказывать будет иначе, Ничего не скрывая и не приукрашивая. После чего автор описывает два сражения. Это первая часть произведения. Первое столкновение с половцами принесло победу русским воинам, Но это был лишь временный успех. На другой день состоялся решающий бой, в котором половцы стали лидерами. Автор доносит до читателя мысль о том, как храбро бьются русские. Среди них он выделяет князя Всеволода. Он наделен чертами былиного богатыря. Русские храбро сражались, но не смогли одолеть половцев. А князь Игорь был взят в плен. Тоска разлилась по русской земле. Повествование плавно переходит во вторую часть, кульминацию произведения. Автор переносит читателя в Киев, где Святослав видит мутный сон, предвечающий беду. Услышав о несчастье, Святослав произносит золотое слово со слезами смешанное. Он сожалеет, что Игорь и Всеволод пошли себе славу искать, не договорившись с другими князьями. Но в то же время Святослав одобряет их мужество и обращается ко всем русским князьям с призывом объединиться. И, наконец, третья часть – развязка действий. Здесь автор рассказывает о побеге Игоря из плена, которому предшествует плач Ярославны. Она обращается к силам природы с просьбой помочь Игорю и его дружине бежать из плена. И чудо свершается. Слово заканчивается хвалебной песнью в честь Игоря и его славных героев. Немаловажный вопрос, который поднимает Дмитрий Сергеевич Лихачев, – это жанровая принадлежность слова о полку Игореве. Оно очень близко к плачем и славам, песенным прославлениям. И плач, и слава очень часто упоминаются в летописях XII-XIII веков. Слово близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию. Но в целом это, конечно, не плач и не слава. Народная поэзия не допускает смешения жанров. Слово о произведении книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии. Это, по-видимому, особый род книжной поэзии, который только зарождался в годы написания произведения. Самое время перейти к основной идее произведения. Безусловно, это мысль о единении. Рассмотрим компоненты, которые доказывают существование этой мысли. Перед автором встает задача разбудить патриотин в русских воинов. Интересно, что под русской землей Руси в XII веке в пору феодальной раздробленности очень часто имелась в виду лишь киевская земля и ее ближние соседи. В противоположность этому, для автора понятие Руси не ограничивается в пределах Киева. Он включает сюда и Владимира Суздальская, и Владимира Волынская княжества, Новгород, Великий и Тому Таракань. Как единое целое выступает и русская природа. Пейзаж воспринимается с величием. Он отчетливо выступает в плаче Ярославны, когда та обращается к ветру, Днепру, солнцу. При этом природа играет роль одушевленного существа, тесно связанного с человеком. Именно природа принимает участие в радостях и в печалях русского народа. Русская земля объединяется в один конкретный живой образ и выступает главным героем произведения. Сильной и могущественной в прошлом, но раздробленной и уязвимой в настоящем. Автор пытается донести, что Родина страдает без единства и вызывает сочувствие. Возбуждает любовь к природе, гордость за ее прошлое. Таким образом, можем подвести итоги. В основе сюжета слова о полку Игореве лежит неудачный поход русских князей на половцев, организованный Новгородсеверским князем Игорем Святославичем в 1185 году. Слово состоит из трех частей и вступления. Это произведение находится вне жанровой системы и относится к особому роду книжной литературы. Главная идея – это мысль о единении. Очень большое внимание в произведении уделяется Родине как единому образу. Слово – это многосотлетний дуб, дуб могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев Великого сада русской поэзии XIX и XX веков, а его корни глубоко уходят в русскую почву. Спасибо!